являются тоже симптомами ишемии, пожалуйста, выявляйте их. Средство простое, попробуйте, может быть, оно и вам принесет пользу. Засыпала ее в мешочек, в чулочек, либо в старый носочек, который будет выступать как адсорбент. Очень просто. И давайте посмотрим на ладони милы, что мы можем здесь увидеть. Здесь, очевидно, какая-то кожная проблемка присутствует. Как в старину, когда не было ни кремов, ни мазей, наши бабушки ухаживали за кожей рук. Доброго здоровья, друзья! С вами Алексей Маматов, Школа Долголетия. Мы помогли больше, чем 60 тысячам человек избавиться от хворей и боли без таблеток и операций. И это видео будет про диагностику по ладоням и нашим ногтям. Те опасные симптомы зреющих внутри заболеваний, которые можно и нужно предупредить, выявить и остановить заранее. Обязательно досмотрите это видео до конца, оно поможет сохранить здоровье вам и вашим близким. Готовы? Поехали! Мила, а можно я взгляну на ваши ладошки? И давайте посмотрим на ладони милы, что мы можем здесь увидеть. При визуальном осмотре обращают на себя внимание зоны покраснения. Здесь, очевидно, какая-то кожная проблемка присутствует. И очень часто покраснения на ладонной поверхности рук, которые в норме не должны здесь быть, свидетельствуют об обменных процессах. Раз. И два. О проблемах с нервной системой. Кожа очень сильно завязана на состоянии нервной системы. И всевозможные стрессы, тревоги, неурядицы, они могут отыгрываться вот подобного рода проблемками на коже. Было что-то подобное? Стрессовая ситуация? Да, у нас вся жизнь стрессовая. Вся жизнь у нас стрессовая. Хорошо. Также, если мы вернемся немножечко на шаг назад, в прошлом видео с Милой мы выявляли проблемы с печенью, а пореза, кстати, не было у вас. Нет, да? Вот здесь обращает на себя внимание сухожилие, выделяющееся. Часто у людей с проблемной печенью можно увидеть желтизну ладошек, субактеричность ладоней, желтизну. И данная желтизна будет свидетельствовать о том, что уровень печеночных ферментов уже зашкаливает, крайне высок. Ну, к счастью, здесь нормальный цвет кожи, все благополучно. Иногда вот такая вот субактеричность будет говорить о том, что человек успешно покушал морковки. Поэтому не пугайтесь, такая вот морковная желтуха тоже иногда имеет место быть. В принципе, она должна через половину дня пройти. Переворачиваем ладонь и смотрим дальше. Кожа. На кожу обращают на себя внимание множественные пигментные пятна, которые свидетельствуют о том, что кожу надо защищать от солнышка. Вам, Мила, нужно, как и жителям стран Азии, и Африки, когда находитесь на солнышке, не загорать, а наоборот, одевать на себя одежду, чтобы прикрывать эту зону либо перчаточкой, либо длинным рукавом. Иначе, к сожалению, возможен риск меланомы. В любой момент вот такое вот пигментное пятнышко может сойти с ума, начать бесконтрольно делиться и, к сожалению, привести к смерти. Хотя у вас, насколько я знаю, семейный анамнез, поэтому все-таки стоит удержаться. Обращаем внимание на форму суставов пальцев рук, кончики пальцев, суставы. Если они расширены, это говорит об остеоартрозе. Явление не только связанное с артрозом как таковым, с повышением уровня антител к собственным суставным тканям, данное явление свидетельствует еще и о медленной нарастающей ишемии, то есть кислородном голодании тканей. Что и ведет к разрастанию, с одной стороны, кончиков пальцев, с другой стороны, к появлению вот такого характерного симптома. Мы его здесь видим, он ярко выраженный, как ногти в виде часовых стекол. Вот такие вот скругленные ногти. Это тоже характерный признак кислородного голодания и в тканях, и в легких, и в сердце. Здесь нужно заниматься дыхательной гимнастикой, исключать факторы вредности и делать, кстати, простой рефлексогенный массаж кончиков пальцев для того, чтобы их бодрить и активировать. Очень часто люди спрашивают, а что делать, если у меня та или иная форма ногтя? Ну, вот здесь мы видим продольную исчерченность, бывает также поперечная исчерченность. В любом случае, всегда это свидетельствует о дефиците витаминов, витаминов группы В, железа. Стоит добавить вместо кушите. Я только мяско. Только мяско. Вот значит, стоит добавить дополнительный источник железа, может быть гранат, может быть гранатовый сок. Потому что вы курите, а никотин, он очень сильно съедает железо, витамины группы В, вызывает их дефицит. Но в данном случае мы это видим не только по желтизне ногтей, но и по поперечной исчерченности. Недавно. Должен быть какой-то дополнительный источник. И, друзья, обратите внимание, у милы очень бледные лунулы. Лунулы – это белые полумесяцы в основании ногтя. Но вот бывают люди, у которых лунулы увеличенные. И это говорит о том, что человек занят таким вот массивным физическим трудом, грузчик, либо бодибилдер. Бывают люди, у которых лунулы, наоборот, практически отсутствуют, как здесь. Тут вот, наоборот, надо сделать акцент в сторону физической нагрузки. Она будет помогать преодолевать ишемию, которая, как мы видим, по рукам присутствует у вас. Что еще можно увидеть здесь? Здесь можно увидеть такие вот небольшие проблемки с кожей в околоногтевой зоне. Не то, чтобы заусениться, но намеки на них. И существует прекрасное бабушкино средство. Я поделюсь им и с вами, и с нашими подписчиками. Вы сможете его легко опробовать на себе. Как в старину, когда не было ни кремов, ни мазей, наши бабушки ухаживали за кожей рук. Тесто, с одной стороны, просто брать и мять в руках. Обычное тесто, ржаное, пшеничное, какое захотите. Несколько минут в день достаточно. Рецепт номер два – глина любого цвета, причем красная, желтая, белая. Это даст массаж, активизацию данной зоны. Это даст подпитывание данной зоны питательными витаминами группы В из теста. Либо абсорбцию вредных веществ глиной, которая будет выступать как адсорбент. Очень просто. Проблемы с ногтями, исчерченность, ломкость лечатся другим бабушкиным рецептом. Например, моя бабушка Татьяна Васильевна, царствие небесное, она брала яички, скорлупу от яичек, кидала их либо в печь, либо на сковороду, прокаливала так, чтобы сгорели пленочки, и сама скорлупа немножечко подобугливалась. Потом она толкла эту скорлупу, засыпала ее в мешочек, в чулочек, либо в старый носочек. Через раз иногда она делала, иногда нет, она поливала это уксусом, где-то поливала, где-то нет, ну, скорее всего, тоже, чтобы пленки ушли. И дальше я просто наблюдал за этим, она наносила щелбаны по вот этому мешочку, так скажем, с пылью, со скорлупной, да, просто била. Один раз она меня заставила, когда заметила, что у меня появились проблемы с ногтями, через неделю я увидел то, что проблемы ушли. Средство простое, попробуйте, может быть, оно и вам принесет пользу. Друзья, внимательно отслеживайте не только деформацию ногтей в виде часовых стекол, но и концевых фаланг, расширениях в виде так называемых барабанных палочек. Отслеживайте за синевой, отслеживайте. Бывает еще вот такая история, когда сожмешь человеку кожицу на ладошке, вот у вас быстро уходит белое пятно, а бывает у человека оно долго держится, что говорит о устойчивом сосудистом спазме. Все это является признаками опасной нарастающей ишемии и гипоксии кислородного голодания. Кислородное голодание – это прямая дорога к инфаркту, инсульту, поэтому точечные массажи, физкультура, дыхательная гимнастика – это наш путь к спасению. От работы наших капилляров зависит состояние нашего сердца. От состояния нашего сердца зависит работа всего нашего организма, и сердцем лучше заниматься до момента, когда беда постучалась в дом. Но даже если трагедия уже случилась, можно восстановить себя, следуя правильным методикам. Ниже под этим видео находится ссылочка на серию специальных открытых материалов, которые помогут вам укрепить и прокачать ваше сердце и ваши сосуды. Переходите по ссылочке в описании, а мы двигаемся дальше. Итак, друзья, самое главное – это опасные признаки ишемии. Я еще раз хочу на этом сакцентироваться, поскольку это жизненно важно. Деформация ногтей в виде часовых стекол, деформация концевых фаланг пальцев в расширениях в виде барабанных палочек, синева под ногтями, белые пятна, которые держатся более полутора секунд при сжатии кожи – все это является признаками нарастающей ишемии. Равно как и лунки в ногтях, не проговорил про них, они могут быть симптомом остеоартроза, могут являться симптомом псориаза, но зачастую ямочки на ногтях являются тоже симптомами ишемии. Пожалуйста, выявляйте их. Ишемические заболевания – инфаркт, инсульт – это основные убийцы современного человечества. Лучше выявлять их заранее. И еще парочка слов, которые хотелось бы сказать. Часто можно увидеть, в данном случае этого нет, но можно, бывает такое увидеть, вот подобную деформацию кистей и рук, когда кисти отклонены кнаружи, вот буквально как плавники у моржа. Это очень выраженная деформация суставов, связанная с аутоиммунными процессами, как правило, ревматизмом. И если вдруг у вас или у ваших родственников что-то подобное присутствует, не теряйте надежды, вы должны знать то, что можно восстановиться. И вторая история – бывает, можно увидеть выраженное утолщение ногтей. Здесь его нет, я просто скажу, что такое бывает. Так называемый онихогрифоз – ногти толстые, как птичий клюв. Очень многие люди ошибочно считают, что это грибок. Это не грибок, это тоже симптом ишемии, то есть страдания сосудов, которые ведут к вот такой вот деформации, в данном случае, ногтевой пластины. Конечно, я мог бы вам рассказать про линию жизни, линию Марса, Венеры и так далее, но мне хотелось бы говорить о том, что общепризнанные однозначно работают с точки зрения официальной медицины. О тех тревожных звоночках, о которых знали еще земские врачи до того, как появились аппараты УЗИ и рентгена. Друзья мои, чуть не забыл, был выявлен вот такой вот выделяющийся тяж, он называется контрактура дюпиэтрена. Как правило, он возникает, когда человек носит гипс, гипсовую повязку, рука лишена подвижности, ну, в связи с переломом предплечья, либо пальцев, либо с каким-то оперативным вмешательством. Но иногда подобная контрактура образуется просто в ответ на недостаток движения в разгибателях. И что нужно знать по данной контрактуре, то есть сухожильному рубцу, то, что образуется она легко, а уходит плохо. Поэтому я бы хотел вам, мило, дать еще одну рекомендацию. Вам прям необходимо подобным образом работать на растягивание своих пальчиков и тренировать их. Иначе эта история может нарастать, и кисть в итоге, иногда такое бывает, она скукоживается, как буквально у животного, и человеку даже тяжело удерживать ручку и выполнять тонкие процедуры. У меня вопрос, это может быть от мыши компьютерной? Да. Я столько сейчас играю. Да, да, может быть, это от мыши. Вот оно и появилось. Друзья мои, если у вас на ваших руках и ногтях присутствуют какие-то признаки, симптомы, которые мы вдруг обошли, забыли в этом видео, обязательно напишите в комментариях, равно как и о том, что вам удалось выявить у себя благодаря этому видео. Каждый комментарий я анализирую, мы их собираем, и дальше ждите ответное видео по самым горячим комментам. Буду рад специально для вас снять его. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, так как впереди у нас еще более жгучие и интересные разборы. С вами был доктор, а для кого-то антидоктор Алексей Маматов. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому